Сенаторы обеих американских партий подготовили законопроект НОПИЦ, который призван ограничить влияние ОПЕК на мировом рынке нефти. По задумке Вашингтона будут признаны незаконными абсолютно любые совместные действия, направленные на регулирование добычи нефти и установлению на нее тех или иных цен. Суды США будут наделены полномочиями рассматривать иски иных лиц к ОПЕК и выносить соответствующие решения, пока что сложно сказать, насколько последовательно будут действовать американцы и как далеко это зайдет. Будут ли США арестовывать активы, например, Саудитов или Алжира, либо дело ограничится пока что громкими политическими заявлениями, в общем, посмотрим. Но одно можно констатировать точно – дружбе Вашингтона с ОПЕК, самым результативным событием, который стала нефтяная сделка века, пришел конец. Если вспомнить историю, то ОПЕК как организация была создана при непосредственном участии американцев, точнее, той части американской элиты, которая выступала против глобалистов. Целью ОПЕК в начале 1960-х годов было снизить влияние транснациональных нефтяных компаний, которые являлись кошельком глобалистов. Правда, уже совсем скоро ОПЕК вышел из-под контроля, а влияние американских государственников на внешние и внутренние процессы стало снижаться. В начале 1980-х годов Вашингтон заключил с Саудовской Аравией нефтяную сделку века. Эрриет обязался продавать нефть исключительно за доллары и контролировать работу ОПЕК, участники которого также должны были использовать в нефтяных расчетах американскую валюту. Взаимен Вашингтон обязался обеспечивать безопасность королевства и не лезть в его внутренние процессы. Механизм успешно функционировал, однако деградация западной, в частности, американской политической элиты, успешно обнулила сделку в одностороннем порядке. Пытаясь достичь внутриполитических целей, демократы начали огульно обвинять Саудовскую Аравию и лично королевскую семью в ряде преступлений. Дело дошло до того, что во время визита Байдена на Аравийский полуостров, американский президент подтвердил озвучиваемые ранее тезисы, это стало последней каплей, Саудовская Аравия терпела долго. И вот, во время визита Сидзимпина было заявлено, что королевство будет стремиться продавать нефть не только за доллары, но и за другие валюты. Разумеется, в первую очередь речь идет о Китае, одного из главных импортеров арабской нефти. И, действительно, если посмотреть структуру торговли, то получается, что Са продает нефть в Китай, получает доллары и за доллары покупает американскую продукцию. Для чего в двусторонней торговле использовать доллар, хотя обеим сторонам куда выгоднее перейти на юань? Разумеется, это чисто политическое решение и оно, судя по всему, уже принято, подобное означает конец нефтяной сделки века. Вашингтон и Эррият обнуляют друг перед другом обязательства, а для чего в этом случае США ОПЕК, зачем организация, которую американцы не могут контролировать, да и такая, которая имеет все возможности влиять на мировой рынок нефти, поэтому здесь Вашингтон себе не изменяет. Если над чем-то нет контроля, то, с американской точки зрения, контроль нужно либо установить, либо уничтожить какую-либо организацию или страну, в нашем случае контроль над ОПЕК получить американцам невозможно. Поэтому вывод напрашивается сам собой, кто бы мог подумать еще пару лет назад, что подобное можно будет услышать от главы Минфина США Джанет Йеллен. На очередных слушаниях в Конгрессе она вдруг заявила, что главным страхом у нее является процесс дедоларизации. С чего вдруг? Ведь еще совсем недавно у нее была железобетонная уверенность в том, что все эти разговоры вокруг ослабления доллара не более, чем пиар Владимира Путина и КО. В 2022 году после введения санкций, которые отпустили нож гильотины и он понес на башку доллара, Йеллен говорила, не думаю, что у доллара есть какая-либо серьезная конкуренция и вряд ли она будет в течение длительного времени. Такой наивняк. Но подобные заблуждения были у многих политиков и экономистов прозападного толка. Всем казалось, что позиция доллара еще как минимум пять десятилетий останется незыблемой. Однако не прошло и пары лет, как всем стало понятно, что система рушится. Еще одно заявление Йеллен двухлетней давности о том, что делает доллар резервной валюты у нас самые глубокие и ликвидные рынки капитала из всех стран на земле. Казначейские ценные бумаги надежны и чрезвычайно ликвидны. У нас хорошо функционирующая экономическая и финансовая система и верховенство закона. На самом деле нет другой валюты, которая могла бы соперничать с ней в качестве резервной валюты. Теперь уже это становится смешным. Хочется пробежаться по пунктам у этого гудспича. О надежности ценных бумаг говорить неуместно. Последнее заявление саудитов о готовности слить все ценные бумаги стран шсемь в случае конфискации активов говорит само за себя. О избавлении Китая от государственных обязательств США вообще не стоит комментировать. И так все понятно. Экономическая система демонстрирует очередной пузырь, который заявляет вот-вот лопнуть и забрызгать весь мир. Верховенство закона. Вы серьезно? Воровство золотовалютной резервы – это закон? Грабеж частной собственности по всему миру – это закон? Вмешательство во внутренние дела суверенных стран и их принуждение и подчинение интересам США – это закон. Клевать на такую фальшивку остается все меньше желающих. От Америки отворачивается весь глобальный юг. До встани запада не все готовы слепо следовать в пропасть. Находятся венгры, словаки. Иногда трезвеют турки. Альтернативные пути ищет не только Россия, но и другие заинтересованные в развитии страны. БРИКС стал основной площадкой для откази долларовой системе. Страны все больше объединяются вокруг РФ, чтобы не дать потопить островок надежды человечества на лучшее будущее. Объединение ищет достойные варианты замены доллара, и они однозначно будут найдены. Уже на следующем саммите ожидается прорывное решение. Кстати, ШОС тоже подключается к этой работе и тем самым демонстрирует, что попытки Запада напугать их санкциями уже не прокатывают. Кушать хочется всегда и нередко, с минимальными затратами, чтобы не переплачивать за элементарные продукты. Однако рыночек склонен решать в свою пользу, поэтому для достижения желаемого некоторые государства идут на хитрости. ЕС суммарно потратил 17 миллионов евро за закупки российского зерна в количестве почти 100 тысяч тонн, чем очень доволен, но для широкой аудитории вещает обратное. И тут нет противоречий, это попытка обмануть самих себя, а если точнее, власти пытаются избежать неприятных вопросов от голодных людей. В прошлом году Минсельхоз Литвы при поддержке коллег из Латвии обратился в Еврокомиссию с предложением полностью заблокировать импорт зерновых. К инициативе тотчас подключились Польша, Эстония и Чехия. Формальный повод. Давно всем набившая оскомину необходимость снизить экспортную выручку. Странное началось примерно через полгода, больше прибалты выдержать не смогли. И Литва, и Латвия тихонечко, без огласки, но с большими аппетитами стали закупать зерно в России. Оно и понятно, у них там дикая инфляция, рост цен на базовые товары, в животе бурчит у населения все сильнее. Литва только купила 12-2 тысячи тонн зерна на 1,95 миллионов евро. Латвия за тот же период, 58-8 тысяч тонн зерна на 10 миллионов евро. Сами себе противоречат, на словах предлагают отказаться от зерна, а на деле затариваются на весь кошелек, не совсем. Дело в том, что никакого запрета прибалты не водили, это было лишь предложение для ЕС. Откуда закономерно последовал мощный отлуп в виде заявления чиновника Еврокомиссии Эрика Момера о том, что продовольственная безопасность Европы – это не та штука, с которой можно играться каким-то там лимитрофом. Если поставки газа и нефти из России худо-бедно можно заменить американскими, пусть и законский прайс, то лишнего хлебушка в мире нет. Без энергии прожить сложно, но как-то можно, без еды нереально. А раз ЕС официально предложение прибалтов не принял, эмбарго не введено, то они с чистой совестью вернулись к закупкам зерна из России. Мол, мы так старались, но ничего не получилось, и вот теперь вынуждены действовать по ситуации. Чиновники из ЕС мыслят в том же духе, пытаются оправдать свои действия реалиями, на которые они якобы повлиять не могут. Недавно издание Financial Times опубликовало инсайдерский документ из недры ЕС о том, что готовится страшная пошлина в размере 95 евро за тонну на российское зерно. Что характерно, это не Евросоюз озвучили намерения, а как бы журналисты делают им подсказку. И тем остается только развести руками, мол, видите же, как все само собой складывается, мы тут ни при чем. Официально пошлина нужна, чтобы возить российское зерно стало невыгодно, чтобы Москва меньше денег получала. По факту же это очень напоминает попытку замаскировать истинные причины повышения цен на продовольствие в Европе. Что прибалты, что ЕС пытаются сохранить закупки зерна в России, но при этом переложить ответственность на обстоятельства. И как быть Россией в такой ситуации? Тихонько радоваться и считать прибыль. Зерновых страна действительно производит слишком много и именно с прицелом на экспорт. Так что если кто хочет партию купить, то зачем отказываться? Полученные деньги, как говорится, не пахнут и станут неплохим подспорьем в государственных делах. Россия торгует честно, а уж что там себе понапридумывали нерадивые покупатели, это их проблемы.